Всем привет! Я же вам говорила, что видео о подарках и покупках будут продолжаться очень долго, до самого Нового Года. Потому что я вам давно ничего не показывала, я все это копила, складывала. И все это ждало своего часа, когда же я начну снимать видео. Ну все, время пришло. Сегодня мы будем с вами смотреть, что мне подарили на день вышивальщицы, а также на мой день рождения. Вот эти подарки вы уже видите. Gold Collection Dimensions. Ну это мои давние хочушки, на которые я еще не решалась. У меня есть в запасе наборы Dimensions, да и других наборов у меня много. Ну конечно же мне хотелось получить в подарок что-то грандиозное. Ну на мой взгляд, именно такие наборы я купила. Мне мама дала денежки, сын дал денежки на день рождения. И я купила себе подарки. В общем, один подарок от моей мамы, второй подарок от моего сына. Первый набор, это вот такой набор. В разных местах он по-разному называется. Рождество. Я сегодня смотрела на каком-то сайте, было написано Рождество. В английском я не сильно, не буду позориться читать. 30 на 40 сантиметров. Вот такой замечательный набор. Я давно выбирала набор зимний Dimensions. То есть мне хотелось наш набор и также мне хотелось какой-нибудь набор Dimensions зимний. Ну вы знаете, да, рождественских сюжетов, зимних очень много, бесценное время, еще там много всяких разных. И я долго думала, что именно мне купить. И решающим фактором, знаете, что было? А вот эти блестящие предметы, которые я очень люблю. Вот эти квадратные блесточки, которыми украшается елка. Вот видите, в пакетике вот эти вот блестящие квадратные пайетки. Они нашиваются на елочку. Елочка гори, и елочка светится, но переливается. Я не знала, что здесь переливается елочка, но когда я увидела и узнала, все. Я больше уже не думала, что я хочу другого. Я хотела именно это. Ричард, хватит чапать, чап-чап, то водичку пьет, то чапает, видео не дает снимать. Он все время вокруг меня чапает, когда я видео снимаю. И второй наборчик, тоже подарок. Обалденный набор. Тоже зимний сюжет. Но я об этом наборе говорила вам уже сто раз. Постоянно в трансляции говорила. И даже я покупала набор такой же от Амишоп. А потом все-таки решила, что такой огромный набор я буду вышивать оригинальный. Что когда-нибудь я все равно его себе куплю. Ну вот это когда-нибудь наступило, свершилось. На 18-й конве, да еще такой огроменный размер, 45 на 25. Я не знаю, буду ли я вышивать на 18-й конве, или я заменю на 16-ю. В общем, когда я дошью свою Мэгги-рукодельницу, домучаю ее до конца. Кошку, когда до конца домучаю свою, то я решу на 18-й или на 16-й. В принципе, очки у меня сейчас неплохие. Может, мне и на 18-й будет нормально. Хотя набор большой, и столько белого. Ну, вы знаете, да, как вышивать столько белого. Ну, вы все видели в отшиве этот набор. Но он просто потрясающий. Я думаю, что нет человека, который останется равнодушен к этому сюжету. Да, может быть, не все решатся вышивать такой большой набор. Но мне кажется, что он нравится почти всем. Наверное, единицы будут людей, которым он не нравится. Ну, это я так думаю, не знаю, так это или не так. И еще какие наборчики подарил мне Тимур. Вот это уже был подарок на день вышивальщицы. Понравились мне игрушечки на пластиковой конве. Вы видели уже в предыдущем видео готовый шарик. И вот такая новинка от жар-птицы вышла. Двухсторонний шарик. В общем, эти шарики, они как отдельные картины. Вот обратная сторона, да, и лицевая сторона. Это две разные картины. Ну, просто обалденные шарики. Мне очень понравились они. И вот эти наборчики на пластиковой конве вообще идеально с собой куда-то брать. Они мало занимают места. Не нужно пяльца. Ниточек здесь мало. Ну, в общем, прекрасный вариант. Для дорожного процесса или как отдыхалочка. Очень легко вышиваются. Ну, мне понравилось. Единственное, я не сообразила, как мне разлиновать пластиковую конву. Но ничего, в следующий раз соображу. Я вам покажу как-нибудь видео. Меня просили показать хомячу нору. Все мои наборы. Но у меня часть наборов у мамы, часть наборов здесь. Пока мы ремонт не доделали, я вряд ли привезу сюда всю коробку. Но наборчики на пластиковой конве у меня все здесь дома. И я, возможно, их вот соберу в одну кучу. И покажу вам в видео мою коллекцию вот этих вот игрушек на пластиковой конве. У меня их много. И посмотрите. Это тоже моя давняя хачушка. Живой огонь от Золотой Руно. Когда я только-только начала вышивать, и мне в руки попал каталог. Это был первый каталог, который попал мне в руки. Этот каталог был от фирмы Золотой Руно. И когда я увидела там этот огонь, все, он покорил мое сердце. А потом, когда его вышивала Маринка Прок и показала, и я увидела, что там еще и светящиеся нитки, что луна светится, блики на воде. Все, я захотела этот набор. Единственное, я всегда говорила, вряд ли я его решусь вышивать. Маринка тоже говорила, что очень тяжело идет процесс, что тяжело вышивать вот эти гальки, лодку и вот эту синеву. Ну, понятно, да, что однотипные цвета. Но я понимаю, что это сложно вышивать. Тем более, что у меня есть к Дальним берегам от Золотого Руно с похожей цветовой гаммой. Там тоже есть светящиеся нитки, но эти два набора, когда будут вышить рядом, это будет просто потрясающе. Все равно я когда-нибудь приду к тому, что я буду такие большие картины вышивать, и репродукции буду вышивать. Я уже для этого созрела, хватит уже всякой мелочевкой заниматься. То есть я морально уже полностью созрела, и мне хочется. И как раз мои планы на 19-й и на 20-й год, это вышивать большие картины. Вот такая красота. Ну, я тоже думаю, что многим этот сюжет нравится. И вот когда я смотрела в каталоге и думала, неужели когда-нибудь у меня будет этот набор, и я его вышью. Я тогда еще практически вышивать не умела, только-только начинала. Но я уже смотрела на него как завороженные. И когда я смотрела готовые работы от Шивы, думаю, ну надо же, как люди так вышивают. Но я не подозревала, что у меня будет такое количество тоже готовых работ, и что я приду уже к тому, что я решусь на вот такие наборы. Ну, в общем, я рада, что наконец-то свершилось. Наконец-то этот набор у меня есть. Ну и еще один набор от Золотого Руно. О, представляете, в этом году, какие у меня подарки шикарные. Это вот такая тройка. Ну, понятно, что это наш пейзаж, да. Я всегда говорила, что я люблю наши пейзажи. Ну, в общем, у меня теперь получается, есть Рождество, католический такой, да, сюжет. И есть наша русская тройка. Здесь на 18-й канве вышивается. Тоже очень сложный набор. Но он потрясающий. Понятно, что вышиваться будет нудно и долго вот этими нитками белыми, белыми, вот белыми. Ну, а куда деваться, да. Ради такого результата стоит помучиться. Ну, пока я не знаю, так же буду ли я заменять канву на 16-ю. Это когда я уже приступлю к отшиву, тогда уже решу. Да, это наша тройка, наш пейзаж. Ну, вы знаете, даже вот этот сюжет, да, вот католический, он мне, знаете, что напоминает? Сказку. Он мне напоминает сказку «Снежная королева», где играла маленькая Проклова. Мне, конечно, надо пересмотреть сказку, я точно не помню. Были там такие дома, и, ну, понятно, что там было что-то другое. Но почему-то мне вот кажется, что где вот они, Кай и Герда, катались на санях, вот зима. Вот я смотрю на эту картину, и мне напоминает сказку «Снежная королева». Очень красивый сюжет. Ну, в общем, вот так. Смотрите, сколько зимних. Помните, я вам говорила, что вряд ли хочу вышивать зиму, но решусь или нет. И посмотрите, сколько у меня зимних сюжетов появилось. Ну, понятно, что когда-нибудь я решусь и буду вышивать. Но этот-то, конечно, будет несложно вышивать. Здесь белого мало. Здесь все весело вышивается. Вот, понятно, что вот этот будет идти легче всего. А и опять же, смотрите, здесь вот тоже зимний сюжет. Ну, правильно, зима-то на носу, хочется снега. У нас прошлая зима была без снега, и сейчас снега нет практически. Вот, наверное, уже хочется снега, поэтому я накупила. Ну, и вот такой летний. Ну, вы знаете, что мы с мужем любим путешествовать, любим рыбачить, любим ночевать на озере. И вот этот сюжет как раз мне напоминает нашу рыбалку. Тишина, даже слышно, как листочки шелестят. Когда мышки или ежики бегают, а ночью так шелестят листочки, кажется, что это медведь идет. А ежики вообще, они так хрустят палочками. Иногда становится страшно, кажется, что там прям какое-то чудище пробирается через лесную чащу. Ну, у страха глаза велики, когда в палатке спишь. Иногда вот так бывает примерещится, что там прям какое-то чудовище, а смотришь, это ежик. Вот, ну, в общем, мне напоминает вот этот сюжет как раз нашей рыбалки. Вот, видите, атака блики. Вот на этой картинке показано, как в темноте будет выглядеть этот сюжет. Ну, в общем, вот такие шикарные подарки. Сама не ожидала, честно скажу, девчонки, давно ничего не покупала. Ну, столько подарков на день рождения и на день вышивальщицы. И в поездку ездила. Ну, понятно, что мы подарками обмениваемся. Я тоже люблю делать подарки. Ну, и получать подарки я, конечно же, обожаю. А кто не любит получать подарки? И еще приехал ко мне подарок. Он как раз вот к дню вышивальщицы подоспел. Оля, моя зрительница. Ну, мы тоже с ней обменивались презентами. И она мне прислала вот такой наборчик от фирмы Панна. Смотрите, какой набор. Очень интересный набор. Посмотрите, как лапка, да, выглядывает из картины. Я, кстати, очень люблю вот такие сюжеты. Я когда-то на фотошопе делала картины, где маленькая Алинка, и как будто она вот так вот хочет вылезти из рамы. Я уже не помню, где у меня эти фотографии. Но мне очень нравятся вот такие вот сюжеты. Очень красивый тигр. Обалденный тигр. Спасибо большое, Оль, за такой замечательный наборчик. Кстати, вышивается он на коричневой конве. Вот мне интересно, смогу ли я на коричневой. Но вообще на коричневой, вот я смотрю, намного проще, чем на черной. На черной-то я не могу вышивать. Посмотрите, как рыжие нитки смотрятся красиво на коричневой конве. Я уже представляю, он будет обалденный. Обалденный. И вот такой еще наборчик. Вот такой наборчик. Светлячок. А, кстати, небольшой размер, 12х14, можно в шкатулочку детскую оформить. У меня теперь все в шкатулочку. Девочки, помните, когда я увидела красивые баночки на мастер-классе, я сюжеты подбирала для баночек. Теперь у меня все для шкатулочек. Ну ладно, когда-нибудь это все осуществится. Ну а здесь открыточка. Я, конечно же, ее сама прочитаю. Там личные пожелания. Я собираю вот такие вот открыточки, схемки. Не знаю, буду ли я по ним вышивать или нет. Мне просто нравится коллекционировать эти открытки. Мы с Алинкой вам еще не показали. Ездили мы за пряжей велюровой. Мне скинули ссылку на группу на Одноклассниках. Там, правда, в наличии немного что есть, но можно под заказ. У Алинки был заказ на коричневого зайчика для мальчика и белого. В общем, она для мальчика вяжет игрушку. И нам нужна конкретно была срочно вот такая пряжа. Ну, еще эту прихватили за одна. Ну, эту прихватили для ровного счета, чтобы на тысячу рублей было. Мы прихватили еще. Мне красный сейчас для новогодних нужен. Да, жалко, один моток был для новогодних шапочек. Нам нужна красная пряжа. Ну, мы заказали. Попозже будет. Я оставлю ссылку на страницу в Одноклассниках. Это для оренбургских. Я не знаю, как насчет пересылки. Мы об этом речь не вели. Можете там написать и спросить, узнать. В общем, мне только скинули ссылочку на эту группу. И я написала, и вот мы поехали здесь, в Оренбурге, и пряжу взяли. Вот так стала упаковывать игрушки на Новый год. Ну, на Новый год заказывает в основном, дарить кому-нибудь. Я стала так упаковывать. Сколько такой зайчик стоит? Ну, вообще зайчик 300, а с упаковкой 350 получается. А медвежоночек сколько? Медвежонок 400. Медвежонок 400. А у него что, ручки-ножки шевелятся? Ну, ножки, да, вот он сидеть может. Вот этот зайчик не может сидеть. Прямые ножки. Прямые ножки. Ну, и как бы по такой же схеме могу сделать. Вот здесь Мишка, могу зайчи уши сделать, получится зайчик. И здесь же так же Мишка может сделать. Папа над нами ржет, говорит. Это уже тысяча раз ручки-ножки шевелятся. Папа над нами смеется. Над нашим бизнесом. Они же не сами шевелятся, если бы сами шевелились тогда. Папе смешно, что у нас такой бизнес. Сейчас в основном стали для мальчиков заказывать. Я хочу что-нибудь для девочек вязать. Что-то у меня все голубое, все коричневое, бежевое заказывают. Нет, моя зрительница заказала для девочки. В прошлый раз ты показывала игрушку. Да, это мы сейчас отправим. Да, в штанишках, да? А нужно, чтобы ты в платьице связала для девочки. А, я думала, ты про зайчиков. Нет, не про зайчиков. Вот, Алинка связала вот этого вот зайчика. Но он большой, он больше, чем те зайчики. Это мальчик, он в штанишках. Но заказали нам девочку. Но это большая игрушка. Такая стоит 800 рублей плюс пересылка. Ну, в общем, 1000 рублей с учетом пересылки. Пересылка за наш счет. Кстати, почта сейчас не принимает бандерольки. Там только посылки. Получается коробка, пакет. Ну, в общем, около 300 рублей доставка. Если 1000 рублей оплачиваете, мы за наш счет пересылка, ну, там нам остается где-то 700. У Алинки какие-то запчасти, ручки, ножки, голова. У меня Ричард вот никогда ничего раньше не воровал. А сейчас вот этот, вот этого Мишку, именно не знаю, почему он такому понравился. Он то хвост у меня утащил, то ногу утащил. Я вообще не знаю, куда уже мне прятать. Мальчик, привлекательные ручки-ножки какие у Алиночки здесь. Алиночка здесь на кровати расположилась. Там у нее ноутбук что-то смотрит. И Ричик тут ходит туда-сюда, бродит. Ты что тут таскаешь у нее, а, хулиган? Не надо таскать. Ну, правда, они очень привлекательно выглядят, эти ручки-ножки. Косточки, да? На косточки похоже. Ну, все, на этом я с вами прощаюсь. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока.